Мы стесняемся себя продавать. Мы страна недолюбленных людей. Огромное количество людей, которые реальные профессионалы, стесняются говорить про деньги. Деньги – это вообще аплодисменты за то, что вы делаете. Чем вы лучше делаете какую-то свою работу, тем больше у вас денег. А какие есть еще препятствия у начинающего продавца, чтобы вести себя открыто, продавать открыто? И как эти барьеры можно преодолеть? Друзья, подписывайтесь на канал 1С Битрикс для бизнеса. Ну что, друзья, здравствуйте. С вами проект «Битрикс24 спрашивает». Это честный бизнес-проект. Меня зовут Михаил Москотин. Я профессиональный бизнес-тренер. И мы говорим о важных для бизнеса вопросах. В этом проекте мы говорим о тех проблемах, о тех задачах, которые стоят перед российскими предпринимателями. Мы говорим про управление, мотивацию, найм-персонала. Мы говорим много про продажи и клиентский сервис. В общем, обо всем том, что так важно современным бизнесменам. У нас каждый раз реальный гость, реальные кейсы. И мы отвечаем честно на все вопросы, которые есть у нашего гостя. И сегодня у нас в гостях Петр Капишев. Петр, здравствуйте. Рад вас видеть. Здравствуйте. Меня зовут Петр Капишев. Компания Виктор, Васечка и партнеры. Мы занимаемся внедрением как стандартного функционала Битрикс24, так и доработкой под нужды конкретного заказчика. В отличие от многих компаний-интеграторов, мы стараемся не только выполнять те задачи, которые пришли от заказчика, но и понять, для чего они нужны, и предлагать какие-то более оптимальные решения. Кроме того, хотелось бы поговорить с Михаилом о вопросах, которые сейчас актуальны не только для нас, но, как я надеюсь, и для большинства зрителей. Битрикс24 спрашивает. Здравствуйте, Михаил. Я знаю, что у вас есть огромное количество вопросов. Давайте начнем с самого первого, самого главного, самого важного. Хорошо. Если говорить о вопросах, которые сейчас актуальны именно для нашей компании, то хотелось бы узнать, как быть в тех ситуациях, когда мы пытаемся удовлетворить по максимуму потребности наших клиентов, и при этом беремся за уникальные индивидуальные проекты, которые сложно заранее оценить, и часто бывает так, что мы оцениваем их ниже, чем они стоят на самом деле, но доделываем, и получается, что для нас это, к сожалению, часто невыгодно. Как поступать в подобных ситуациях? Понял. Хороший вопрос. И здесь, на мой взгляд, есть двойная развилка. То есть направо пойдешь, налево пойдешь. Вариант первый. На берегу клиенту сразу говорить о том, что мы заходим в проект, и, возможно, какие-то дополнительные расходы всплывут, то, о чем мы с вами пока не понимаем. Открыто об этом говорить, причем говорить и в первом, и во втором варианте. И первый вариант. Когда всплывают дополнительные какие-то расходы, мы просто говорим об этом клиенту абсолютно открыто, абсолютно по-партнерски. Мы вас предупреждали. Вот это первый вариант. Вариант второй. Взять эти расходы на себя как просто часть своих предпринимательских рисков. Я в этот момент всегда говорю такую фразу. Добро пожаловать в мир бизнеса. У нас с вами, Петр, есть гипотезы. Мы можем их как-то прогнозировать, просчитывать, озвучивать, но реальность иногда не совпадает с тем, куда мы нацелились, и как мы все прочитали и проанализировали. Поэтому два варианта. В любом случае, в любом случае, говорите об этом заранее клиенту, а дальше два варианта. Либо, если он готов, перекладывать на него, ну, может быть, и косется, что он не готов, а вам к этому надо быть готовым. Да, и в этом случае просто берем на себя. Другого варианта я не знаю. Но получается, что сейчас как раз мы пользуемся вторым вариантом, берем риск на себя, но на самом деле, если мы идем по первому варианту, то нужно каким-то образом объяснить заказчику заранее, в каких моментах это может произойти. Конечно. То есть мы работаем с рисками, указываем, какие есть риски, что может произойти. После этого мы предупреждаем, что если на этих моментах потребуются до просходы, то мы предупредим. Да. И есть такой инструмент – вилка цен. То есть мы можем сказать, что большая вероятность, что у нас конечная стоимость будет скорректирована, и вот такая вилка. То есть от и до, чтобы клиент был к этому морально готов, ну и самое главное – материально. Вот и все. Вилка цен. Согласен. Спасибо. Пожалуйста. Следующий вопрос, он касается конкретно специалистов, профессионалов. У меня есть много знакомых, которые занимаются какими-то исследовательскими темами. Они не просто сидят и занимаются какой-то рутинной работой, а постоянно копят свой профессионализм, вылазят за рамки того, что знают, собирают массу каких-то материалов, обобщают и так далее. Но при этом у них есть коллеги, которые знают и умеют гораздо меньше, но стоят на рынке гораздо выше. И хотелось бы спросить, как в подобных ситуациях специалисту показать себя как для клиентов, так и в профессиональной тусовке? Петр, в вашем вопросе есть две проблемы, на которые я предлагаю обратить внимание. Первая проблема, она общероссийская. Мы стесняемся себя продавать. Мы страна недолюбленных людей. Огромное количество людей, которые реальные профессионалы, стесняются говорить про деньги. Люди стесняются себя продавать, продавать свои услуги. И вы знаете, мы многие жили вот в этой реальности, когда продавать стыдно, про деньги говорить неудобно. Многие люди считают, что продажи – это не мое. Мы все, Петр, продаем. 24 часа в сутки мы все продаем. Человек, устраиваясь охранником в торговый центр, продает свое время. Мы все продаем. Но у нас есть установка, что с продажами что-то не так. Поэтому первое, и я встречаю это сплошь и рядом, когда очень классные специалисты, им неловко озвучить цену, им неудобно говорить про деньги. Ну, вроде как бы деньги – это что-то, деньги – это грязное что-то. Деньги – это нейтральная вещь. Вопрос, как я на них смотрю. На деньги можно купить оружие, а можно купить цветы. Деньги никакие. Это первая вещь. А вторая вещь, чтобы мне, как профессионалу, показать свой уровень, мне нужны кейсы. И вам нужны кейсы. То есть отзывы благодарных клиентов, которые воспользовались вашей экспертной оценкой, вашим продуктом, и они счастливы, они довольны, и они об этом говорят. И с этим тоже бывает проблема, что люди стесняются попросить отзыв. Элементарно спросить, ну как? Ну как внедрение? Ну как продукт? Ну как услуга? Довольны, недовольны? Здесь тоже есть страх, а вдруг он скажет, что плохо, а вдруг скажет, что не понравилось. Но опять же, это же хорошая новость. Мы знаем, что он недоволен, значит, мы можем исправить. А если он доволен, ну здорово, пусть он об этом расскажет остальным. Поэтому вот две простых вещи. Две простых вещи. И очень часто, к сожалению, я это наблюдаю, очень хорошие специалисты остаются за кадром. А те, кто не стесняется, продает себя, они впереди планеты всей. Да, окей, вот так устроен этот бизнес. Да, и, к сожалению, когда так происходит, то плохо не только специалистам, но и тем, кто мог бы купить их услуги. От этого проигрывают и клиенты, и бизнес. Ну окей. Знаете, в Одессе есть чудесная фраза, если ты такой умный, таки, что такое бедный? Вот здесь об этом. Огромное количество людей, умных, гордых, но бедных. Я ехал как-то в такси, я очень люблю общаться с таксистами. Ехал в такси, и мужчина сидит и говорит, а вы чем занимаетесь? Я говорю, я бизнес-тренер. Он так ухмыльнулся, говорит, учите людей деньги зарабатывать. Я говорю, ну я много чему учу людей, но про деньги мы тоже и говорим. И он сидит и говорит, ну научите меня деньги зарабатывать. Я говорю, ну вы знаете, деньги это вообще аплодисменты за то, что вы делаете. Чем вы лучше делаете какую-то свою работу, тем больше у вас денег. Это не я сказал, это один мой клиент сказал. Деньги от аплодисмента за то, что я делаю. Он охмыльнулся и говорит, все это ерунда. Знаете, почему у меня нет денег? Я говорю, почему? Потому что я никогда никому ничего не продавал. С гордостью сказал. С гордостью сказал он. Я в этот момент говорю, я вас правильно понимаю, у нас сегодня бесплатная поездка. Он так немножко опешил, говорит, почему? Я говорю, ну подождите, я думал, что вы мне продаете услугу по перевозке моего тела из точки А в точки Б. Я вам за это плачу там 500 рублей. Раз вы ничего не продаете, значит, эта услуга бесплатная, значит, вы меня везете бесплатно. И в этот момент у него реально был инсайт. Он понял, что ему за 40, и он последние 20 лет, работая в такси, продавал, продавал свои услуги. Просто он даже сам этого не осознавал. И у меня было два варианта. Я думал, он или сам выбросится из машины, или меня выбросит. Потому что у него была такая злость, такая была ярость. У меня в тот момент закончилась банковская карта, которая была привязана к приложению, и я платил наличкой. И поездка там получилась, что типа 460 рублей. Я ему даю 500 рублей, говорю, спасибо, сдачи не надо. Петр, реакция этого человека. Он говорит, нет, 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 мне чужого не надо, мне ваши подачки не нужны. Берет 40 рублей и дает мне. Окей, у меня с этим нет проблем, я не гордый, я 40 рублей взял. И говорю, ну, смотрите, я вам предложил. Я даю людям иногда чаевые, я к этому очень нормально отношусь. Поэтому, вот мне кажется, вот здесь проблема. Ну, то есть, получается, что те, кто думает, что они не продают, они на самом деле все равно продают, просто делают это плохо. Ну, то есть, возвращаясь к вопросу специалиста, получается, что, когда специалист накопил какой-то опыт и фактически стал выше, чем большинство коллег или чем некоторые, по крайней мере, коллеги, то нужно начинать максимально быстро, не стесняясь, набирать портфолио и показывать его. А потому что то, что вы умный специалист, но об этом никто не знает, ну, окей, я вас поздравляю. Вы самый умный в этой комнате, но кроме вас об этом никто не знает. Меня как-то спросили, задали вопрос на тренинге. Михаил, а что лучше, вот по вашему мнению? Человек неуверенный с низкой самооценкой или человек уверенный с завышенной самооценкой? Я однозначно ответил второй вариант. Вот по мне, пусть он лучше считает, что он пуп земли, что он самый умный, самый крутой, самый адекватный, самый экспертный, самый профессиональный, потому что он будет предлагать свои услуги. И столкнувшись с реальностью, с рынком, он все равно получит обратную связь. Ему скажут, а вот тут ты не докручиваешь, вот тут ты не доделываешь. И он, если есть мозги, он эту обратную связь примет и что-то в себе подкрутит. Человек с низкой самооценкой, даже имея обалденную, высокую экспертную ценность внутреннюю, он будет сидеть и думать, могу ли я, хочу ли я, могу ли я, а может дороговато, а может не стоит, нет, наверное, еще не время, наверное, еще рано, а кто я такой? А время идет. И в то время, как этот уверенный уже соберет пол клиентов, да, наберет ошибок, да, получит обратную связь от рынка и по мне, лучше пусть будет плохая обратная связь, точнее, ну, отрицательная и можно исправить, чем я сижу в своей реальности, в своих разговорах и сам себе объясняю, можно, нельзя, ну, попробуй. По мне, лучше плохой сайт, знаете, главный принцип перфекциониста? Раскройте. Раскрою. Главный принцип перфекциониста такой, лучше идеально и никогда, чем плохо и сейчас. Поэтому я, вот я про результат. Потестируйте, потестируйте гипотезы, придите на рынок, предложите, но если вам скажут, Петр, вы за такие деньги продаете, это не стоит тех денег? Окей, хорошо, рынок сказал, не стоит. Потому что рынок определяет. Вот я так на это смотрю. Я лучше наберу 10 человек с завышенной самооценкой, которые готовы рвать рынок, бежать к клиентам, которые готовы покупать дорогие автомобили, жить в хороших квартирах, есть вкусную еду в ресторанах, заниматься в лучших фитнес-клубах, потому что у них уровень нормы выше, и они готовы ради этого что-то делать. Чем человек с низкой самооценкой и с заниженным уровнем нормы будет сидеть и думать, достоин я, не достоин. Ну, то скорее. Поэтому так, мне главное, чтобы человек был не идиот. Вот для меня вот это главный критерий. Чтобы у него были мозги, и он был готов слышать обратную связь. А, от меня как руководителя, и Б, от рынка. Отлично, что так развели тему. Класс. И по ходу зацепили еще несколько вопросов, которые я хотел задать, но хотелось бы сейчас поподробнее о них. Да, давайте. Да. Вы говорили о том, что у нас на культурном уровне не заложено продавать. Нам отбивали эту историю. То есть, 70 лет, какой был разговор про людей, которые продают? Как их называли? Спекулянты. Спекулянты, барыги, торгаши. При этом у каждого был знакомый торгаш. У каждого. Потому что нужно было где-то брать товары, брали, но за глаза мы этих людей ненавидели. Мои родители, мои бабушки, дедушки. Нам отбивали это. Да. И в одном из ваших видео я видел, что вы рассказывали о том, что продавец должен всегда закрывать сделку открыто. Ага. При этом понятно, что многие делают не так. И хотел я уточнить по поводу того, почему так происходит, что еще мешает, кроме вот этого культурных таких помех, какие есть еще препятствия у начинающего продавца, чтобы вести себя открыто, продавать открыто. И как эти барьеры можно преодолеть? Один из страхов многих продавцов это страх отказа. В этот момент что происходит? Люди этот отказ приклеивают к себе. Люди боятся быть плохими. То есть, если мне сейчас откажут, значит, я плохой. То есть, они это событие интерпретируют не самым эффективным образом. Я плохой, я неудачник, у меня не получилось, вот так все у меня, все время. И многие люди уходят из продаж с формулировкой, которая звучит так. Я понял, это не мое. Теперь, я, Петр, не верю, что есть что-то мое или ваше. Любого человека можно научить продавать. Вот у нас в этой студии сейчас раз, два, три, четыре, пять, пять человек, и мы с вами, семь человек, снимают эту программу. Каждого в этой студии можно научить продавать. Это просто вопрос навыка. Любого можно научить завязывать шнурки, играть на фортепиано. Это навык. И людям страшно получить отказ, потому что они это все соединяют в одну большую кучу. Я плохой, меня не любят, я неудачник. Да, все с тобой нормально, тебе просто сегодня отказали, и это обратная связь от клиента. Значит, если мне сегодня отказали, что я буду делать в следующий раз? Обходить как-то. Да, что-то делать по-другому. Хорошо. Вернемся к теме сотрудников. Когда мы принимаем кого-то на работу, когда проводим собеседование, то понятно, что нужно отбирать людей по их профессиональным качествам. Мы с вами уже обсудили, что можно отбирать по уровню нормы и таким образом тестировать и понимать, а будет ли он вообще стараться. Какие-то еще есть признаки, которые нужно отслеживать, и желательно, как их отслеживать при приеме на работу, чтобы понять, вообще, вот этот человек подходит нашей компании и конкретно на эту должность или нет? Очень классный вопрос. Я давно не занимался наймом персонала, но в те времена, когда набирал какие-то команды, для себя на собеседовании я люблю сам подбирать людей к себе в команду, по крайней мере, ближний круг точно. Понятно, что когда у меня было в подчинении полторы тысячи человек, я многих даже в лицо не знал, но ближний круг, моя команда, я набираю сам. У меня есть ряд вопросов, которые я любил и до сих пор люблю. Например, для меня очень важно, чтобы у человека была цель. Для меня человек без цели это не самый эффективный человек. То есть я всегда спрашиваю, а какая у вас цель? Зачем вы хотите попасть ко мне в команду? Какая у вас цель? Какая у вас цель на ближайший год, на ближайшие три, на ближайшие пять, на ближайшие десять? Я очень люблю спрашивать и любил спрашивать, например, на тему «Расскажите, чем вы гордитесь?» Вот чем вы гордитесь? И в этот момент можно понять, есть ли у человека чем гордиться, его самооценка, как он это преподносит. Также я очень люблю вопрос «Вспомните момент, когда вот вы прямо были счастливы на работе». Опишите этот момент, от чего бы вы были счастливы. И дальше я могу понять, какой из мотиваторов является для него ключевым. А какие бывают? Деньги, слава, влияние, признание, команда, личность руководителя. В России для многих очень важна личность руководителя. Я всегда говорю, что люди не уходят из вашей компании, люди уходят от конкретного руководителя. Они не уходят из вывески, из логотипа, из какого-то бренда. Они уходят от конкретного человека. Мы социальные существа, нам очень важны отношения. Еще можно спросить, например, причину увольнения с последнего места работы. Скажите, пожалуйста, если я позвоню вашему руководителю, как он вас охарактеризует? И вот здесь тоже очень важно. Кто-то плывет в этот момент, он понимает «Упс». «Упс, лучше бы не звонили». А кто-то говорит, он скажет, что мы с ним один проект реализовали, и я думаю, что он скажет, что я молодец. Все, он уверенно об этом говорит. Вот такие вещи. Я иногда такой вопрос задавал, например, вот Петр, вот знаете, мне, знаете, это уже там не касаемо нашего собеседования. Вот как вы считаете, почему в жизни столько несправедливости? Почему люди поступают подло? Почему столько мерзавцев, негодяев? Вот объясните мне. Сложный вопрос. Не знаю, наверное, тут очень много, что на это влияет. В двух словах не сказать. Начиная от генетики, продолжая тем окружением, в котором человек воспитывался. Вам негодяи встречаются? Конечно. Какой процент? Вот у меня просто есть, у меня ощущение, что процентов 90 вот просто негодяи. Вот вы как считаете, какой процент? Не знаю, сложно сказать, но в основном в моей почему-то работе, мне кажется, что наоборот и в моем кругу таких людей очень мало и когда они входят, то они быстро отсеивают. Класс, Петр, я бы вас взял на работу. Потому что иногда задаешь этот вопрос и все, и Остапа понесло. Да реально, жизнь несправедлива, каждый второй урод не поймешь, что. Вау, я понимаю, что это фильтр, который стоит у человека. Я попался. Не, сказать, что у нас, даже если кто-то попадается, он как-то выходит за кадр. Вот поэтому я бы вас взял к себе на работу. Очень рад. Ага. Еще вопрос. Сейчас актуальная тема это дистанционная работа. Давайте обсудим такой вопрос. Да. Мы занимаемся внедрением B324. Само собой, сейчас в такой ситуации многие компании заинтересованы в том, чтобы перейти на дистанционную работу и это отличный инструмент. Петр, сейчас ваше время. Я вас поздравляю. Спасибо. Хотел уточнить. Понятное дело, что если мы говорим о дистанционном отделе продаж, то мы применяем стандартные инструменты. Воронки продаж по разным направлениям, различная автоматизация, запись звонков и так далее. И таким образом мы можем контролировать нашу сотрудников. Есть ли еще какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание при переходе из офиса на дистанционную работу? Я бы обратил внимание на одну важную вещь, на настрой человека. Потому что, когда я каждый день нахожусь в офисе, я вижу своих сотрудников, я вижу, горят глаза, они горят, я вижу, вовлечен, не вовлечен. Дистанционно я могу этот момент упустить. Поэтому вот здесь мне кажется, нужно сделать акцент именно на поддержке каждого сотрудника. Да, дистанционно, но при этом поддерживать его, как руководитель. Это временно. Все вернется на круги своя, все будет хорошо. Напоминать о целях, напоминать о планах, напоминать о задачах. То есть в этот момент, мне кажется, руководителю важно быть еще неким таким поддерживающим элементом, может быть, даже психологом, как бы это громко не звучало, для своих сотрудников. Вот, наверное, я бы на этом сделал акцент. Ну, в таком случае, помимо внедрения, будем давать совет нашим клиентам, поддерживать сотрудников дистанционно тоже. Да, это очень важно для людей. Мы социальные существа. Хорошо, спасибо за совет. И по поводу тех самых горящих глаз, целей и так далее. Ага. Многие говорят, что нужно ставить цели, в том числе для того, чтобы у человека была энергия на достижении, чтобы был интерес к жизни и так далее. Скажите, какие именно цели к этому ведут? Что должны включать в себя эти цели для того, чтобы они зажигали? Петр, нет общей цели, которая зажигала бы всех. Поймите это. Например, у меня в команде работала девочка, которая очень любила путешествовать. Ее зажигала сама идея, что она может путешествовать. И она периодически ко мне подходила. Михаил, вы знаете, я нашла там билеты недорогие в Китай, плюс отель готова забронировать, вы меня отпустите на три дня. И она у меня тогда, много лет назад, работала дистанционно. Ее это зажигало. Кого-то зажигает купить машину и прокатиться по центру города летом. Кого-то зажигает отпуск с семьей. Например, меня зажигает моя семья, мои дети. Меня это настолько вдохновляет, настолько мотивирует. И я даже в момент, когда подустал, я просто думаю про своих девчонок. В этот момент силы, энергия у меня возрастают. То есть, каждому важно найти то, что ценно. То есть, куда ты живешь. Вот, что тебя драйвить. Для кого-то ценность создать компанию и продать ее. Эта идея его зажигает. Для кого-то ценность сделать карьеру. Для кого-то ценность переехать в Москву. Для кого-то ценность уехать из Москвы. Поэтому тут нет общей цели, но очень важно найти эту цель. Причем, она может быть не на всю жизнь. Это тоже нормально. Цели можно менять. Ну, вот, наверное, как-то так. А как искать? Цель вот прям под меня. Через действие. Петр, через действие. Лежа на диване, цель найти невозможно. По-моему, у Шекспира что излишние мысли создают страх. Дословно не помню. Чем больше я думаю, тем больше мне страшно. Мое ли это? Не мое? Нет ничего вашего или моего? Давайте проверять гипотезы. Я понимаю, что мои дети, они за жизнь могут сменить 5-7 профессий. Это нормально для современного мира. Не работ, а профессий. Я сегодня бизнес-тренер. А, возможно, когда-то я стану блогером. А, может быть, я решу стать стилистом. А, может быть, я решу стать кузнецом. Я серьезно? Я серьезно? Мне нравится тема автомобилей, и я бы, может быть, туда пошел, в эту историю. Можно что-то поизобретать. Почему бы нет? Я не отвергаю. Но сегодня я бизнес-тренер. Я занимаюсь этим 24 на 7. Я получаю от этого огромное удовольствие. Все. Я выбрал то, что я выбрал. Как-то так. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, друзья, у нас был прекрасный разговор, у нас был очень интересный гость, прекрасные вопросы. Мы поговорили о мотивации персонала, о найме персонала, мы поговорили о внутренних драйвах, о страхах, о том, как продавать. Мы поговорили об экспертности. Огромное спасибо нашему гостю. Петр, спасибо вам за прекрасное интервью, за отличные вопросы. Рад был вам быть полезным. Михаил, спасибо большое за интересный разговор. Надеюсь, ответы были полезны. Друзья, смотрите нас в следующий вторник. Предприниматели это герои. Битрикс 24, я лично, мы верим в вас, мы поддерживаем вас и желаем вам процветания и развития в современном мире. Берегите себя и своих близких. Пока. Прошел разговор с Михаилом Москотиным, мне очень понравилось, разговор был очень комфортный, интересный и я надеюсь, что он будет интересен и для тех, кто будет смотреть его в записи. Спасибо Михаилу, спасибо съемочной команде, было здорово. Друзья, подписывайтесь на канал для бизнеса и получайте готовые инсайты от лучших экспертов и специалистов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok